Этот кустарник удивительно хорош собой, любым сезоном и в любую погоду. Его листочки, как маленькие ладошки, удерживают капельки дождя, чтобы потом играть на солнце. А ягоды и в снегу, красные на белом, радуют глаз. Более того, и с ассоциациями насчет него все очень красиво. Вы прекрасно знаете, что где-то там, в экзотических далях, есть деревья, которые называют шоколадными, хлебными, молочными, капустными, дынными и даже тюльпанными. А и у нас свой ответ заморской экзотики – конфетный, карамельный, барбарисовый. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня говорим о барбарисе – красивом и полезном растении. Его листья, кора и ягоды успешно использовались человеком в лекарственных целях с древнейших времен. Так, в библиотеке ассирийского царя Ашурбанипала в надписях на глиняных дощечках, сделанных за 650 лет до нашей эры, барбарис упоминается как средство, способное омолодить и очистить кровь. В древней Греции и Риме он рос буквально в каждом саду. Считалось, что растение приносит счастье и удачу. На Тибете активно использовали его ранозаживляющие свойства. Что ж, и современными научными исследованиями было установлено, что плоды барбариса содержат огромное количество аскорбиновой кислоты. Их сок способен оказывать жаропонижающие, противомикробные, кровоостанавливающие действия. Но был бы ошибкой возвеличивать лекарственную функцию барбариса и умолчать о кулинарной. Так, из барбариса готовят соус, варенье, джем, желе, мармелад, даже квас. Барбарис добавляют в тертый хрен, квашеную капусту или огурцы, разнообразные маринады. Самое популярное использование барбариса, как пряности или приправы, конечно, мясное. В свежие или сухие ягоды, подчас размолотые, добавляют пикантную нотку плову, сочетаются с мясом птицы, говядиной, бараниной. В старинных книгах можно найти и занятные десерты с барбарисом. К примеру, у Елены Молыховец есть рецепты, где барбарис варится в сахарном сиропе, потом обсыпается сахарной пудрой и долгое время подсушивается в самой легкой печи, то есть не горячей, теплой. Ну, чем ни конфетки, барбариски получаются в итоге. А уж в витаминных чаях и напитках ему просто нет равных. Один из возможных с барбарисом, ну, такой чуть-чуть компот, сегодня вашему вниманию. Напиток с барбарисом и шиповником. Яблоко и апельсин нарезать, залить водой и поварить минут 20 с сахаром. В отдельную кастрюльку выложить шиповник и барбарис, добавить тертый корень имбиря. Залить содержимым первой кастрюльки, дать настояться часа два под крышкой, подавать лучше теплым и даже процеженным. Ну, это уж дело вкуса, а он у напитка насыщенный и гармоничный. Имбирь – пряная нотка, шиповник – сладкая. Барбарис убирает излишнюю приторность шиповника и способствует некой, я бы сказала, остроте композиции. Словом, приготовите, сами во всем разберетесь. Удачи вам, кулинарной и разной. На сегодня все. С вами была Жанна Соловьева. До свидания.